Здравствуйте! И в последнее время, наверное, сложно не угадать самые частые вопросы, с которыми обращаются. Это наверняка дороги и ЖКХ сейчас подтягивается еще активнее, так как мы вошли в отопительный период. Вот как часто вообще вы принимаете такие жалобы и удается ли реагировать на все? Ну, безусловно, начало этого отопительного периода, оно не прошло, к сожалению, без нареканий, в частности, по городу Благовещенску. Действительно, была организована работа прямой линии, на нее обратилось больше 200 граждан. Несмотря на начало фактического отопительного периода на территории города, на протяжении более недели неподключенными к теплу и горячей воде оставались свыше 60 многоквартирных домов. Это потребовало реакции прокуратуры. Причинами этого являлись в меньшей степени отсутствие теплоносителя, неподачи теплоносителя к ряду домов в связи с незавершением работ именно на магистральных сетях. А в больших случаях все-таки это не бездействие управляющих компаний, которые просто несвоевременно обеспечили подачу тепла, уже, получается, трубы, скажем так, в дом. В этом году, наверное, все обратили внимание, что масштабная замена сетей происходила, происходит, продолжает происходить по городу Благовещенску. С целью синхронизации сроков с реализацией нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» были заключены соответствующие муниципальные контракты в начале этого года. То есть планировалось, что поэтапно будет сдаваться в соответствии с графиком производства работ подрядными организациями сети, то есть ливневая канализация и сети водоснабжения, водоотведения. И после этого уже поэтапно будет происходить укладка нового асфальтобетонного покрытия. Но в силу различных причин, как объективного, так и субъективного характера, все мы понимаем, что был паводок, произошел паводок в этом году, эти графики производства работ неоднократно перекраивались, сетевые организации не успели, к сожалению, подрядчики по сетям не успели в свое время провести, завершить работы, проведенными прокуратурой города проверками, были установлены факты нарушения сроков выполнения работ, принят комплекс мер реагирования, в том числе возбуждены дела в нестивных правонарушениях, которые направлены на рассмотрение по существу, их ход сейчас контролируется. Комплексное представление было внесено в мэрию города Благовещенска, проанализированы планы в целом комплексной замены сетей и организации работ по уличной дорожной сети на этот и последующие годы с целью недопущения подобных фактов в следующем периодах было внесено представление. После проведенного совещания и объявленных предостережений, и, как я уже сказал, комплексом мер, сетевые организации работы свои, можно сказать, практически завершили, то есть там остается сдача приемка работы. Сейчас время настало завершения работ по автомобильным дорогам, это у нас контролируется, находится на контроле, планируем до наступления, до установления плотного снежного покрова, все будет, что предусмотрено на этот год, все будет завершено. По всем жалобам на сегодняшний день, получается, из тех вот домов, которые я сказал, теплоносители подключены все дома, но опять же, к сожалению, на сегодняшнее утро уже произошли новые порывы, без тепла осталось 6 многоквартирных домов и 3 отместивных здания, организованы проверки. Органами прокуратуры будет принят полный комплекс мер реагирования с целью восстановления нарушенных прав жителей нашего города. То есть это несомненно, да, права граждан в этой ситуации были нарушены, но это значит, что каждый раз вот так нужно непосредственно в прокуратуру обращаться, есть же, в конце концов, контролирующие органы, да, и есть жилинспекция, например, та же. Вообще, вот как это регулирование должно происходить, и есть ли у вас к ним претензии, например? Ну, безусловно, здесь вы правы, да, органы прокуратуры в силу действующего законодательства в принципе не должны подменять контролирующие органы и вмешиваются, по большому счету, уже тогда, когда очевидно бездействие органов контроля, поэтому граждане обращаются в первую очередь с жалобами в Государственную жилищную инспекцию, но при этом, если мы видим, что нарушаются права граждан массово, вот как в этом случае, естественно, принимаем обращения мы, стараемся их не перенаправлять, разрешать самостоятельно. Что касается нареканий к действиям Государственной жилищной инспекции, обращения на них идет, ну, значительное количество, причем это ежегодно, то есть это уже такая нехорошая традиция у нас, которую мы переломить, по крайней мере, пока не можем, к сожалению. Только с начала этого года мы уже внесли 12 представлений руководителю Государственной жилищной инспекции, вот буквально в третьем квартале было возбуждено дело в местивном правонарушении, на днях оно рассмотрено, но еще не вступило в законную силу отношения руководителя. Типичными нарушениями, которые жилищная инспекция допускает при рассмотрении обращений граждан, это является нарушение сроков рассмотрения обращений, неполнота проводимых проверок и, как следствие, неполноты проверок, неполнота принимаемых мер к управляющим компаниям. Все это, безусловно, расхолаживает последних. То есть здесь у нас работы как бы еще есть. Все понятно. Ну, пока, то есть, неизбежно, да, приходится жаловаться и туда, и сюда. Тем более, вот я знаю, что когда ржавая вода та же беспокоила, амурчан тоже к вам шли, да, это вообще вопросы решаемые? Нерешаемых вопросов, как говорит наш руководитель, нет. То есть то, что не решается, значит, не с той стороны смотрится. Что касается той же самой ржавой воды, там проверка, она еще продолжается, принято мере реагирования к ресурсно-обжающей организации, но здесь мы понимаем, что проблема комплексная, то есть она не заканчивается на магистральных сетях. У нас, к сожалению, ветхие сети, в принципе, там, треть сетей, она имеет признаки ветхости. То есть вода теряет свои качественные характеристики в теплоцентралях, потом она заходит в дом, в домах общедомовое имущество, также оставляет желать лучшего, к сожалению. Поэтому эта проблема комплексная, и решение должно быть комплексным. То есть в нем должны быть задействованы все уполномоченные, то и органы, учреждения. Не должно быть такого, что человек платит за услугу, а услуга, естественно, как бы, либо не оказывается вовсе, как у нас было с теплом, да, либо оказывается некачественной. Мы в шампуне мыться не должны. Ну да, пока один переваливает на другого вину, да, и разбираться в этом приходит с органами прокуратуры. Вот, кстати, вы как раз сказали про плату, действительно, что возмущает людей больше всего, что платят-то они как положено. Если вдруг не заплатили, то будут проблемы. Я знаю, что в сентябре у вас было достаточно серьезное разбирательство по поводу того, что была завышена плата на тепло, верно? Да, но надо сказать, знаете, что у нас по плате, да, в принципе, жалобы поступают на протяжении всего года. То есть нет таких периодов, да, вот, допустим, когда можно было бы сказать, что их больше или их меньше. Вот, в частности, вот в этом году в Зейском районе была жалоба от жителей многоквартирного дома. Они также жаловались, кстати, на отопление. Им были завышены расчеты управляющей компании. После внесенного представления произведенный перерасчет превысил 40 тысяч рублей в целом на дом. Вот, что касается непосредственно сентябрьской проверки проведенной прокуратуры города, то, да, прокурорам были установлены факты в деятельности отдельных управляющих компаний. Их, по-моему, если не изменять память, было 8 штук. Они несвоевременно провели работы по поверке общедомовых приборов учета. В результате снятие с них показаний оказалось невозможным. И всем жильцам домов этих были начислены оплаты по нормативу, что, естественно, гораздо выше, чем по показателям общедомовых приборов учета по показаниям. Поэтому приняты тоже меры реагирования, они еще на рассмотрении, в конце сентября их приняли. Там вопрос перерасчета находится на контроле прокуратуры города. Сергей Николаевич, ну вопрос дорог мы отчасти с вами уже рассмотрели, но есть все равно вопросы еще во многом по восстановлению дорог в связи с паводком, чрезвычайной ситуацией, которая была у нас в частности. Знаю, что Тамбовский район, Косицыно, Марково, Благовещенский район, трасса Благовещенск-Бибикова. Там действительно были серьезные проблемы, как сейчас процессы идут по дорогам. И будет ли закончен этот сезон? Вообще у нас в результате чрезвычайной ситуации этого года прострадало более полутысячи километров дорог регионального и местного значения. Это, конечно, большая цифра. В некоторых случаях дороги пришли в полную негодность, вот как вы уже повторяли, не буду повторяться, вот эти вот территории. По всем из них мы отрабатываем. Ну, в частности, по Благовещенск-Бибикова, там прокурор вынужден был обратиться в суд. С заявлением исковым составилось решение суда, оно направлено для принудительного исполнения. Заключены уже муниципальные контракты на восстановление дорог и ремонт моста. Один контракт уже исполнен, второй находится на исполнении. То есть исполнение контролируется. И в целом, вот как ремарка, у нас даже, наверное, нельзя все списывать на... ЧАЭС. ЧАЭС, да, потому что, в принципе, количество жалоб, оно и до ЧАЭСа было значительным. И количество выявленных нарушений с начала этого года уже перевалилось за тысячу прокурорами. Это на четверть практически выше аналогичных показателей прошлого года. Нарушения выявляются, причем повсеместно, как в деятельности подрядных организаций, так и у заказчика, органы ГИБДД где-то недорабатывают. То есть приходится реагировать везде. И вот еще что, к сожалению, конечно, зачастую не только нехватка денежных средств, да, как бы говорит о том, что работы не выполняются. То есть где-то реально есть какие-то бюрократические проволочки, на которые прокурорам приходится реагировать. Ну что ж, будем надеяться, что эта работа действительно продолжится и будет эффективной. И спасибо вам большое, Сергей Николаевич, что пришли и поделились полезной информацией. А я напоминаю, что сегодня с гостями был Сергей Манухин, начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Амурской области. Вы смотрели в центре. Внимание, до встречи.